И решите, ваше теперь тоже желаете. Только так сегодня пропускали в здании Госсовета. И ПИД ситуация требует. Пришлось также отказаться от приглашения гостей, а их планировалось более 500. Это сессия, юбилейная, Госсовету 25 лет. Так что прошла она в обычном формате. Тем не менее, главную часть сессии – отчёт главы региона. За прошлый год жители Удмуртии смогли увидеть в прямом эфире. Как и в прошлом году, Александр Бричалов свой доклад начинает с признания ошибок и тут же предлагает решение. Так, выявлено полсотни участков дорог с асфальтовым покрытием в один слой. В этом году их начнут перекрывать. Качество содержания дорог теперь будут оценивать сотрудники ДПС. А подрядчики смогут заблаговременно закупить материалы, чтобы не допустить простоев в разгар сезона. Отсутствие дорожной разметки нынче станет невозможным. В этом году мы не повторим таких ошибок. С 2020 года разметка входит в печень и работ в рамках контрактов на содержание. Это крупные контракты, на исполнение которых заявляются серьезные организации, способные выполнять работы качественно и своевременно. С другой стороны, мы усилим контроль качества нанесения разметки. Недопустимо, чтобы разметка стерлась после недели эксплуатации. В продолжении темы дорог глава поручает премьеру провести экспертную оценку каждого объекта в Сараполе, Воткинске и Можге. И через две недели представить план по устранению всех недостатков. К работе просят привлечь общественников. Они также готовы помочь и в контроле за строительством соцобъектов. Так в прошлом году подрядчики сорвали сроки при строительстве двух школ в поселке Кеса и в Ижевске на улице Берша. Контракт с ними расторгнут. За новыми установлен дополнительный контроль. Александр Бричалов делится планами на этот год. Начнется строительство четырех школ, 14 детских садов. Продолжится большой ремонт. Чтобы с 1 сентября обеспечить учеников начальной школы горячим питанием, придется также переоборудовать 242 школьных столовых. В сфере здравоохранения первоочередной проблемой остается дефицит кадров. 145 врачей не хватает в республике и более чем тысячи средних медицинских работников. Будут разрабатываться меры и приниматься меры социальной поддержки. Большую роль сыграет целевое обучение. Меры поддержки докторов, которые приходят на работу в городах. Вы знаете, если у нас в районах была программа «Сельский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский доктор», то здесь этого не было. Поэтому мы рассчитываем, что программа по обеспечению кадрами медицинскими работниками будет выполнена. Александр Бричалов делится еще одним решением в целях экономии. Будет ликвидирован парк служебных машин. И чиновники пересядут на автомобили «Лада Веста». Только на обслуживании топлива бюджет ежегодно будет экономить 4,5 миллиона рублей. Еще 69 миллионов сохранят за счет оптимизации госимущества. Отдельно отметил глава решение о создании единого центра по вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков для развития сельского хозяйства. С начала 2000-х годов из оборота выбыло 127 тысяч гектар земель сельхозназначения. То есть физически мы их сегодня не обрабатываем. Создание подобного единого центра – это для нас прекрасная возможность консолидировать, объединить все наши усилия с точки зрения оформления земель, финансирования этих работ и с точки зрения предоставления предпринимателям, которые хотят обрабатывать землю, необходимых земельных участков. Поддержка бизнеса в год предпринимательства сегодня обретает новые формы. В условиях пандемии нужны новые меры, заявляет глава. Трехмесячная срочка для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, по арендной плате за помещение, которое находится в муниципальной или госсобственности. Мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки предприятий из реестра МСП. Расширение программы льготного кредитования и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов. Для этого будет увеличен объем субсидий региональным микрофинансовым организациям. Это начальные меры. Мы видим ваши комментарии, обращения. В ближайшее время мы представим меры поддержки от республики. В заключении своего часового доклада Александр Берчалов отметил, при любом сценарии развития событий республика выполнит все социальные обязательства. Альбина Валикжанин, Илья Дериндяев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова